Сильная женщина Нас ждет в этом выпуске. Мы расскажем вам все нюансы. Давай, качай лодку, как на берегу качала. Чувствую, что ты держишь ее. Ну, вроде бы да. Да, ты ее держишь, и при этом ты за нее держишься. И обязательно поделимся рецептами заготовок из свежих овощей. Начинаем программу. Весь этот выпуск мы посвящаем активному отдыху, и нас ждет парк сапсерфинга «Лесная гавань». В программе мы покажем две локации, где вы можете покататься на сапах и отлично провести время. Ведь сап – это для всех. Пожалуйста, не надо! Первая точка нашего путешествия – это Голодницкий пруд. Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, деревня Голодница. Ну что, мы приехали, и, как видите, здесь оборудована комфортная парковка для посетителей парка сапсерфинга «Лесная гавань». А также здесь есть зона, где можно взять инвентарь, кассы, уборное и место для переодевания. Первая наша локация находится в деревне Голодница. Здесь очень красивый пруд. И как раз, когда мы подходим к парку сапсерфинга, открывается великолепный вот такой вот вид. Поэтому уже можно восхититься. Смотрите, мы с вами сегодня катаемся на сапах. Вот, а сап представляет из себя вот такую доску. У каждого сапа есть страховочный шнур. Он называется «лиш». И за счет этого «лиша» вы привязаны к сапу. То есть даже в случае вашего падения в воду, сап от вас далеко не отплывет. Так, давайте на коленочки. Сюда, да. Ага. Вот. Все, молодцы. Вот весло, пожалуйста. Аккуратненько. Подождите, не надо мне никуда. Все, я больше ничего не делаю. Пожалуйста. Пока привыкайте. О, бог ты мой, мамочки. Один-два грибка с одной стороны. Потом перехватываемся. Один-два грибка с другой стороны. Давайте гребите прям. Грибок в воду. Вот. Правильно же так держишь. Все правильно. Одна рука сверху, вторая ниже. А можно вот только вот оттуда вот так гребить? Я просто... А если сапы сталкиваются, то что происходит? А, не уйдите, не уйдите меня так. А, не уйдите, не уйдите меня так. А, не уйдите, не надо. Весло поперек сапа. Вес тела переносим на ладошки. Опираемся на ладошки. И вот такая поза, ее называют дьоги, собака морды вниз. Вот такая поза. Вот, хорошо. Ноги чуть шире можно было. Вот. И сейчас отрываемся вместе с веслом. Выпрямляемся. Вот. Хорошо. У каждого весла тут есть такая защелочка. Мы вот так вот по длине вытянутой руки его поднимаем. И защелкиваем. И все. Ой, вы его достали уже. Час. Нужно вставить его назад. Вот. И вот по длине вытянутой руки сделайте. Ага, вот, все. Защелкнули. Все, хорошо. Подождите, меня тащит все время туда. Вы постарайтесь посильнее грести. Посильнее грести. Поехали. Я просто застряла в тени. Ребят, ой, какой стрекоза прилетела. Я не знаю, куда я плыву. Подождите, надо куда-то же выплыть. От себя, смотрите, от себя. Вот. Вот посильнее. Во-во-во. Вот-вот-вот. Вы выходите оттуда из водорослей. Да, хорошо. Вот. Еще гребите вот. Вот, хорошо. Что, стоя круче? Стоя, она и предназначена, чтобы стоя вот как бы найти. Все, можно вылазить. Ой, у меня нога затекла. Затекла? Я боюсь. Все, вылазьте, хорошо. Молодец. Я могу только ползти. У меня затекли ноги. Эти сапы покорены. Двигаемся дальше. Поехали. Мы отправляемся на вторую точку парка сапсерфинга «Лесная гавань». Это зона отдыха Егория. Оречевский район, дальний карьер за поселком Стрежи. Я, я, я. Зона отдыха Егория встречает нас с прекрасной атмосферой и отличной погодой. Это вторая локация парка сапсерфинга «Лесная гавань». Это дальние карьеры за поселком Стрежи. Один километр от деревни Тропициной. Ну что, погнали кататься? Есть сапы нескольких вариантов. От обычных до профессиональных. 10-6 – самые обычные, которые мы, в принципе, предоставляем девушкам, детям. Сапы 10-8 выдерживают большую повеску. На них можно кататься с детьми. И большие 12-6 – это самые быстрые, самые твердкие сапы. Можно кататься с детьми. У нас катание происходит с детьми от 3 до 12 примерно лет. В принципе, с 8 лет, если ребенок уже более-менее хорошо себя чувствует, разрешаем кататься отдельно. На каждой локации обязательно проводят инструктаж. У нас весло. С сапов можно прыгать, можно купаться, можно нырять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Кроме катания на этих двух локациях, парк Сапсерфинга «Лесная гавань» организует выезды по области и сплавы по рекам. Все подробности в группе ВКонтакте. Ну что, классно, мы сегодня отдохнули, покатались на Сапах. Да, согласно, очень круто получилось, всем рекомендуем. Самое главное, что после такой прогулки вы можете, например, отправиться в беседку, приготовить что-то на мангале, пожарить шашлыки и набраться сил. А еще понырять, поиграть в волейбол и сделать все, что вашей душе угодно. В общем, брать от этого лета по максимуму. В продолжении водных видов отдыха мы переходим к прогулке на каяке небольшой узкой лодки. Прямо сейчас мы покажем, что представляет из себя такая прогулка. Отдых на каяке – новое популярное направление в нашем городе. Сегодня мы узнаем обо всем подробнее, узнаем все нюансы и попробуем сами. Экипируемся! Что входит в программу сплавов на каяке? Начинается с того, что я встречаю людей. Обычно на лодочной станции хорошее место – яхт-клуб. После этого провожу инструктаж по безопасности, как грести, как держать весло правильно. Мы садимся в каяке и отправляемся на наше любимое озеро. Передо мной пример каяка. Каяка – это одноместная лодка, в которой гребут двухлопастным веслом. Ограничений нет. У меня были уже дети 12 лет самостоятельно, гребли в лодке. И женщины… Все справляются. Все справляются. Переворачиваются только парни. Это почему? Потому что они слушаются. А по поводу одежды, как нужно собираться на каякинг? Если жарко, то одеваемся очень просто. Майка, футболка, рубашка. Я предпочитаю длинный рукав, чтобы не обгорать. Кепка, обязательно очки. Если холодно, то можно одеть свитер, кофту. В каяке комфортно будет в любую погоду, потому что мы одеваем брызгозащитные юбки, и внизу вы будете в сухости. Многие у вас не замерзнутся никогда в каяке. Как работать веслом? Самый главный вопрос. Возьмем таким образом, чтобы срез весла был направлен к воде. То есть вот так? Да. И руки должны быть… Самый популярный способ, как показывают, это положить весло на голову, и предплечье с плечом должно быть 90 градусов. Правой рукой мы держим весло так, чтобы плоскость лопатки была перпендикулярна предплечью. И правая рука относительно лопатки положение свое не меняет никогда. В левой руке мы весло держим свободно, чтобы оно имело возможность прокручиваться, как выключение. Это больше будет понятно новоделу. А второе – это при грибке мы не стараемся подтянуть лопатку, которой грибем. Мы стараемся оттолкнуть от себя верхнюю руку вперед. Усилие должно приходить не на ту руку, которая сейчас опущена, лопатка, а на руку, которая вверху. Руки после такой физической нагрузки устают у туристов? Руки устают, но потому что они грибут руками. Это неправильно. Гристи нужно корпусом. Это подводящее упражнение, чтобы понять работу рук. На самом деле на гладкой воде нужно работать корпусом. То есть руки у нас только контролируют лопатки, а сам грибок осуществляется косыми мышцами живота, мышцами кора. А перевернуться реально? Негде вообще. Вдоль корпуса называется. Прямой грибок едем прямо от борта подальше. Поворотом корпуса дуговой грибок. Поворачиваем нос лодки. Лодка, держи, первые 20 минут страдать будешь. Я уже страдаю. Я держу. Это нормально. Просто, да, держи, старайся держать равновесие и без резких движений. Можно так прям без слов вертикально не держать. Потихонечку слева-право. А меня догонят? Не, я не поплыву. Хотел же сегодня отдохнуть. Но опять придется работать. Главное без резких движений. Левым веселкам. Дуговой грибочек, как показывал. Чик. Все левым сейчас грибит. Ты думал, это ранит берег? Нет. Или кусты? Нет. Ровной стеной ранен. Не отшатывайся от кустов. Только на них навались. На них, на них, на них. О, молодец. Да, 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 да. Так я теперь застряла. Я ездила лучше. Ощущение невероятное. Классная погода. Классные лодки. Очень удобно. Игромное. Чувствую себя безопасно. И еще хочу поделиться интересным фактом. Две легенды российского каякинга – наши земляки. Самые известные кировские каякеры – это Иван Козлочков и Константин Лубягин. Будьте открыты новому, и, возможно, и вы станете легендой российского каякинга. Очень кайфово мы поплавали. Действительно. Я не упала там, а упала здесь. Но это не отменяет того, что прогулка прошла замечательно. Получилась прекрасная прогулка. Водичка отличная. Солнце светит. Всем рекомендую. Главное, не бойтесь промокнуть и немного запачкаться. Имейте с собой второй комплект одежды, чтобы было максимально комфортно. Всем рекомендую каяки. Не будем отходить далеко от воды. Я предлагаю остаться на пляже и провести время с пользой для здоровья. Здравствуй, Юлия. Привет. Всем привет. Сегодня я вам покажу упражнения в рамках утренней гимнастики, которые вы можете делать как дома, так и на отдыхе. Они будут направлены на реабилитацию, а также на профилактику болезней позвоночника, таких как остеохондрозы, протрузии, грыжи. Эти упражнения простые и без дополнительного отягощения. При этом с их помощью мы проработаем самые важные мышцы нашего тела, а также получим энергию на целый день. Начнем мы наше занятие с дыхательных упражнений, которые подготовят нас к предстоящей основной работе. Начнем упражнение «Дровосек». Ноги чуть шире ширины плеч, руки делаем в стрелочку. Немного отводим назад, глубокий вдох, мощный выдох. Резко опускаем руки к низу. Затем выпрямляем ноги, растягиваясь 5 секунд. Необходимо сделать 10 повторений. После дыхательной гимнастики мы переходим к основным упражнениям. Для удобства выполнения упражнений подготовьте для себя коврики. Мы начинаем с проработки мышц шеи. Для этого ложимся на живот, кладем руки на поясницу, голова прижата. Поднимаем подбородок максимально кверху, не напрягая плечевой сустав. Опускаем подбородок. Таким образом, 15-20 повторений. Обязательно следите за своим самочувствием. Укрепление шеи важно для каждого человека, так как там проходят сосуды к головному мозгу. А мы в современном мире с вами очень много сидим в телефонах, и, соответственно, шея находится в неправильном положении регулярно. Поэтому занимайтесь ее укреплением. Сейчас мы переходим к другим отделам позвоночника. И первое наше упражнение будет на прямые мышцы живота, на наш пресс. Так как он вместе с мышцами спины укрепляет и держит, создает жесткий корсет нашему позвоночнику. Меняем исходное положение, выполняем упражнение лежа на спине. Ложимся, чуть сгибаем ноги, ноги максимально прижаты друг к другу. Руки делаем в стрелочку и тянем кверху. Слегка поднимаем лопатки, при этом делаем мощный выдох. Чем мощнее мы выдохнем, тем сильнее сократим наши мышцы живота. Теперь мы садимся, и чтобы разгрузить нервную систему, снова сделаем дыхательную паузу. Сейчас мы сделаем упражнение, которое будет направлено на наше с вами прямохождение, подтяжку и укрепление мышц живота. Кладем ручки на коленки, держим спинку, стараемся выгнуть максимально прямо, темечко устремляем кверху, делаем мощный выдох. Затем задерживаем дыхание, максимально втягиваем живот и держим паузу 10 секунд. Упражнение называется вакуум. Поехали. Выдохнули, задержали дыхание, втянули живот и фиксируем. Именно так в данном упражнении должны работать мышцы вашего пресса. После дыхательной паузы занимаем исходное положение лежа на животе и переходим к проработке мышц спины в грудном отделе. Итак, мы легли на животик, ножки вместе, фиксируем их на полу. Ручки как будто сидим в школе за партой. Голова опущена, делаем мощный вдох. И на выдохе поднимаем наши лопаточки максимально кверху и разводим ручки в стороны, согнутые в локтях. Стараемся вытянуться как можно выше и сильнее сжать наши лопаточки. А сейчас мы переходим к последнему упражнению, лежащему в основной части нашего занятия. Упражнение на длинные мышцы спины, проходящее в поясничном отделе. Исходное положение то же самое, только наш плечевой пояс неподвижен, а ноги будут стремиться максимально кверху. Делаем глубокий вдох и поднимаем ноги. И завершаем мы гимнастику очередным дыхательным упражнением. Встаем, ноги вместе. Мощный выдох, встаем на носочки. Поднимаем ручки через стороны, задерживаем дыхание, резко опускаем, встряхиваем ручки, делаем мощный выдох. Делайте эти упражнения каждый день и оставайтесь здоровыми. Спасибо, говорим Саше, за тренировку. Она была действительно классной, а пляж добавляет своей атмосферы. Делайте упражнения в системе, и тогда ваше тело будет в прекрасной форме. А еще август это горячая пора для тех, кто любит домашние заготовки. Садовод-любитель сейчас поделится с вами вкусными рецептами. Прекрасная атмосфера, летний день, беседка. И именно здесь садоводом-любителем Анной мы будем готовить аджику из кабачка и варенье из смородины. Берите записные книжки, телефоны доставайте, чтобы не пропустить рецепты и потом не кусать себе локти. Мы начнем с аджики из кабачков, так как вариться она у нас будет 40 минут, а в течение этого времени мы сварим варенье. То есть для начала мы берем 3 килограмма кабачков, тут же нам понадобится всего лишь 2 жгучих перчика, томатная паста, баночка 350-360 грамм, стакан масла, полстакана уксуса 9%, соль 2 столовые ложки и чеснока 300 грамм. То есть ингредиентов минимум, готовится очень легко. Крутим кабачки, сюда же мы и скрутим чеснок, сюда же мы и скрутим жгучий перец. И делаю прямо с семечками, так острее, конечно. Все мы прокрутили. Это мы все соединяем в большой кастрюльке. Так, туда мы добавляем 2 столовые ложки соли. Туда же мы добавляем томатную пасту. Туда мы добавляем уксус 9%. А хранится такая аджика сколько? Так как баночки мы будем стерилизовать своими, эта аджика может храниться годами. И стакан сахара. Теперь мы включаем все это. И с момента закипания должно пройти 40 минут. Наверное, тем временем сделаем быстренько варенье из смородины. Для этого мы сначала приготовим сироп, добавляем 1,5 стакана воды, сахара. Вот 4 стакана здесь уже отмерено у нас. Мы добавляем воду и варим сиропчик. 6 стаканов ягод, 8 стаканов сахара. С сахаром аккуратнее, кстати, не просыпайте. Все, сейчас ждем, когда у нас сахар с водичкой растворяться, закипит. Баночки будем стерилизовать с помощью воды, пара обычного. То есть вот такая крышка продается во всех магазинах. Сюда мы заливаем воду, ставим баночку и ждем, когда она закипит. Все. А там внутри у нас крышки? Там крышки, они тоже стерилизуются. Сахар у нас растворился. Теперь просто отпускаем туда ягоды и ждем, когда они покипят. 5 минуточек. Баночка у нас покипела, растерилизовалась. Теперь мы ее ставим вот сюда вот и накладываем нашу горячую аджику. Вот такая баночка с домашней аджикой у нас получилась. Быстро, вкусно и своими руками. Итак, варенье у нас уже закипело. Нам остается добавить 4 стакана сахара, чтобы он там растворился. Пользуйтесь полезной информацией. Из нашей программы следите за новостями в группе Девятка ТВ и Кира Вконтакте. Подписывайтесь. Чтобы сделать это быстрее, прямо сейчас переходите по QR-коду, который видите на своих экранах. Приятного вам просмотра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...